Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, первое число месяца и соответственно стартовал новый батл пасс под названием Обратная сторона моря. В виде приза главного Искатель, машинку отдельно сейчас обсудим. Для тех ребят, которые не донатят, в любом случае есть возможность поживиться вкусняхами. Ну и кроме того, ребят, есть возможность забрать себе коллекционку 4 уровня, средний танчик М3ЛИ. Машина крайне странная в нашей игре, потому что М3ЛИ это вам не обычный средний танк. У него нет башни, на удивление, просто исторически М3ЛИ это была машина без башни, больше похожая на ПТ-шку. Ну и соответственно здесь две вот этих башни в бою не используются абсолютно. Что касается честного обзора на данную машину, ребят, он будет буквально через час-полтора после выхода данного видео. Подписывайтесь на канал, для того чтобы не пропустить, жмите на колокольчик. И плюс к тому, ребят, хорошая новость для постоянных зрителей моего канала, которые обратили внимание, что на канале порой выходят по 3, по 4, а то и по 5 видеороликов в день. И возможно вы переживали за то, что будете пропускать какие-то из них. На дискорд сервере, который есть у меня и ссылочка на него есть в описании под видео, был создан отдельный разделчик новостей канала, там где будут публиковаться информация о том, какое видео вышло, превьюшка на него, ну и соответственно обязательно будет ссылочка на видос. Теперь все постоянные зрители и любители моего контента имеют возможность зайти на дискордик и посмотреть, чего они смотрели, а чего пропустили. Что касается ребят Искателя. Искатель машина крайне странная. Ее перерисовали с Арла В39 и я бы сказал, что особых изменений в машину разработчики не внесли. С левой стороны вы видите, насколько смог упорядоченные технические данные по Арлу В39, ну а с правой стороны технические характеристики по Искателю, машине из Батл Пасса. Как вы видите, 920 единиц хпшки это меньше, чем у проходной версии. Зачем это сделали, я не совсем понимаю, потому что брони ему, ребят, не добавили. Броня вся та же самая. Что касается обзора. Тот же самый обзор. Что касается маскировки. Да, здесь типа круто. По маскировке добавили. Было 29, стало 30 и в движении было 17, стало целых 18. Ну вау, окей, хорошо. Добавили, да и добавили. Что касается ДПМа. Он стал лучше, но не на много. И стал лучше не на много, потому что не на много уменьшено время КД. 8.53 против 8.72 на топовом орудии у Арла, который является проходным. Что касается разброса. С разбросом поигрались, немножко не в пользу нашего героя. 40, господи, 40 говорю. 4.7 против 4.1 на базовом орудии. Ой, господи, на топовом орудии у проходной версии. Короче говоря, по времени сведения явно не в пользу нашего героя. Что касается разброса. Да, разброс улучшили. Было 336 у топового орудия проходной версии и 0.326 у нашего героя. Но существенно ли это, я бы не сказал. Угол вертикальной наводки оставили тот же самый, ровно как и углы горизонтальной наводки. Поскольку это ПТшка, башни нет. Соответственно, у нас есть возможность поворачивать орудие вправо-влево только на 7 градусов от центра. То же самое и у проходной версии. Что касается максимальной скорости. Все то же самое. Добавили, ребята, ему в отношении проходимости. Но только исключительно по дорогам. Поэтому у нас это будет лидер среди проходимцев по дорогам. 104 против 91 у обычной проходной версии данной машины. Я думаю, что мы этого особо не заметим. И скорость поворота, ребят, 42 с копейками. Да, там практически 43 против 38 с половиной. Вот и все, ребят, изменения. Если кто-то запутался, то скажу вам кратко. В орудии машина не изменилась. В ХПшке машина потеряла. Машина приобрела по 1% к маскировке. И машина приобрела себе к КД минус 0,2 секунды. То есть даже не полсекунды, не 0,7 секунды. И уж тем более не секунду, а всего лишь 0,2 секунды. Короче говоря, ребят, искатель, мне кажется, по техническим характеристикам, наверное, будет один из самых неудачных танков, которые были скопированы ребятами-разработчиками с каких-то оригинальных машин. В любом случае имеет смысл поиграть, выполнять боевые задачи, даже если не донатить, как я уже сказал, для того, чтобы забрать полностью верхнюю цепочку. Ну а в отношении того, чтобы задонатить и купить себе особый пропуск, идея все равно остается вполне нормальной. Потому что за те деньги, за которые вы покупаете особый пропуск, вы реально покупаете себе, ну крайне, крайне выгодно золото, свободный опыт, кучу серебра, огромное количество разных бустеров, разного рода Х5, Х3 и так далее. И плюс к тому, ребят, вы получаете коллекционку, что тоже, кстати, немало. И, ребят, вы к тому же получаете себе еще и каму, которая, если вам не понравится, вы можете обменять на кристаллы, ну и, соответственно, ожидать, что их обменяете на что-нибудь более годное, ну или купите себе контейнеры, допустим, с кастомизацией. Если вы пройдете полностью все и будете, ребят, играть с особым пропуском, то вы сможете даже один раз открыть контейнер. В этом контейнере в этом месяце положили годные машины, помимо нашего стандартно качующего фейса, у нас еще есть Progetto 46, AMX M4 49 и FV 201. Все три машины крайне классные в виде премов на своих уровнях и в своем классе техники. С этими машинами, как бы, вам грустить не придется, и они действительно играбельные и веселые. Есть также возможность получить части сертификатов на Черчилля W, на БК и на другие машины, которые были в предыдущих пассах, ну вот, допустим, как тот же самый Шар. Кстати, ребят, обратили ли вы внимание, что даже если вы покупаете себе особый пропуск, то количество боевых задач, которые вы будете выполнять, недостаточно для того, чтобы два раза открыть финальный контейнер. Вы остановитесь как раз за один шаг до открытия второй раз данного конта, и, соответственно, вас таким образом подталкивают к тому, чтобы вы потратили 375, по-моему, если не ошибаюсь, единиц голды на приобретение себе дополнительного билетика, ну и, соответственно, второй раз открыть контейнер. Пишите свое мнение по поводу батл пассов, пишите свое мнение по поводу той машины, которую можно будет забрать в этом месяце. Ваше мнение всегда интересно и полезно, особенно тем ребятам, которые пытаются принять взвешенные решения. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, жмите лайкос и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь ради вас и надеюсь на вашу поддержку в развитии нашего с вами канала. Спасибо большое за просмотр. Всем успехов, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.